Готовился. 16 с лишним килограммов сбросил. Учитывая его прошлое, может быть, ему только помогает. Да. 6 побед, 2 поражения у соперника, а до победы 9 поражений. Причем ни одного нокаута. То есть парень крепкий, будет терпеть. Ну а об уважении здесь речь не идет, потому что это бокс. И каждый выходит драться за деньги. Кстати, вот на графике мы видим, что Микки Ромку ошибочно пишет. У него 2 поражения. День Чиев, да. У него 8 боев, 6 побед, ни одного поражения. И его последний поединок завершился ничейным результатом. Причем сам Микки сказал, лучше бы это было поражение, нежели ничья. Поясу 62 года. 62 года. Вы слышите реакцию зала? Я не знаю, как у промоутера этого боксерского вечера, и у Андрея Рябинского, у его помощников родилась такая идея. Провести бой Микки Ромку в Москве. Насколько я понимаю, сам Микки попросился. Он же считает себя другом, фанатом Проводникова. Он бывает на его всех боях, он приходит на тренировки, в зал туда к прейзеров учил. Поэтому он сказал, что я буду вообще сопровождать все твои бои по всему миру. Ну и вот выдался такой, такая оказия провести бой в Москве. Он предложил себя, почему бы и нет. А на самом деле катализатором этого стал поединок Руслана Проводникова с Тимоти Брэдли. Именно посмотрев этот бой, Рурх сказал, что настолько Руслан меня вдохновил своим выступлением, что я захотел снова драться. Но он, кстати, всегда говорил о том, что еще в 90-х годах, я помню, в конце 90-х, в начале 2000-х, что он всегда собирался выйти в ринг. И вот, наконец-то, мечта его сбылась. Он уже находится в ринге. Бой, которого публика, московская публика, ждала с огромным нетерпением. Бой не титульный, бой не входит в расписание профессиональных поединков. Но вот организован здесь, в Москве, Микки Рурк выходит в ринг против молодого соперника. Ну и о правилах можно сказать. Боксеры проведут 5 раундов по 2,5 минуты. Такой льготный, что ли, вариант, такой щадящий. Ну еще бы. Я бы посоветовал вот любому человеку, вот там, ну даже не 60-летнему, а перешагнувшему порог 40 лет и чувствующему себя, в общем-то, вполне нормально, вот выйти в ринг и побоксировать хотя бы 2 минуты. Да даже не нужно выходить в ринг, а прийти в зал. Да просто дома, да. Да просто дома выбрасывать руки в течение 3-х минут, 2-х минут. Помолился. Заслуженный артист Соединенных Штатов Америки. И может быть заслуженный мастер спорта. Ну да. Итак, первый раунд. Давайте, очень интересно. Ну вот так без разведки. Сразу, да. Микки пошел вперед. Поменял стойку на левшу, начинал в правшу. Да, сразу. Сейчас обратно в правшу встал. Опустил руки. Миша, 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 Миша. Миша, Миша скандирует в зал. Значит, его признали полностью. Миша кричат с трибуны. Половина кричит, половина улыбается. А еще отметим российский флаг на поясе Микки Рурка. Да, с одной стороны, на левом боку. Вчера я спросил его, что с его рукой. Он сказал, что это травма. А, и на прямом тоже. Что это травма, старая травма. У него была тормом бицепс. Ну вот как человек в эти годы еще с такой травмой выходит фринг, да. Приглашает, как бы он сейчас соперника. Ну, подходи и атакуй меня. Ну, и вот, контратака. Показал левый, ударил справа. Он что, умеет? Да, безусловно. Посмотрим. Здесь еще вопрос выносливости. Как бы то ни было, пять раундов по две с половиной минуты это все-таки дистанция. Я вас прошу, умоляю, это очень много. Я даже не знаю, я, мне 46 лет, если я выйду на такой бой, как я себя буду поведушить к последнему раунду. А нет, это уловка. Придуряется, придуряется. Уловка. Вообще, мы очень много рассуждали на тему, что испытывает человек перед выходом в рейнг. Но это сложно объяснить. Как будто ты идешь, вот, и все на грани жизни и смерти. И самые сильные, самые здоровые, уверенные в себе, люди, которые ничего не боятся, с ними такое случалось подчас, что их просто было не узнать, как младенец маленький. Я, поэтому, ну, у тебя был опыт выхода в рейнг 20 лет назад, да? Ну, ты артист, выходишь, но это совершенно другое. Один известный боец как-то сказал, причем он выходил в октагон, вернее, это боец ММА был, он сказал, когда ты выходишь, это целая комбинация ощущений, и большинство из них неприятные на самом деле. Кричат, давай драться, че пришли-то? Сделаем скидку на возраст. Конечно. Первый раунд. Вот какие люди у нас здесь в зале. Настя Горячкова. Итак, второй раунд, друзья. Подчас, когда мы находимся на прямом эфире, мне друзья пишут СМС-сообщение, как бы кто-то с просьбой сказать про конкретного боксера, кто-то напомнить какую-то вещь из карьеры того или другого спортсмена. Ну, вот это бывает часто. На самом деле, сейчас я специально не выкрутил телефон, мне уже пришли несколько СМС-ок от женщин. От знакомых, естественно, от друзей моих. Вот. В пользу случаем привет всем. Итак, смотрите. Микерок. Провел неплохую атаку. Справа по туловищу. Нокдаун. И не хочет уходить. Надо было быстрее бежать в угол. Но, похоже, на самом деле, удар пропустил серьезный. Но драться будет. Нужно добивать. Мне даже показалось слегка открытой перчаткой был. Но они что, ну, там, теперь по пятой печени и по пятой точке. Да, по спине бить нельзя. Особенно после команды стоп. Молодец, Кричан. Даже не по спине, а пониже немного. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Все. Все, окончательно. И такой был kick on the bottom. Ну, наверное, Микки Руха можно записать в книгу рекордов от Гиннеса, правильно? Ну, неофициально все-таки. Потому что официальный рекорд принадлежит Дьюе Базелле, который 53 года дебютировал на профессиональном ринге. Провел всего один бой. Это, кстати, человек, который отсидел 26 лет в тюрьме по ложному обвинению. Ну, вот, мы наблюдаем радость. Марвин Самодио сейчас поднимает его в Микки Рурк. Сажает на шею у себя. Вот, да, главе. Причем, Микки Рурк перенес несколько серьезных операций. И я знаю, что спазмоджек у него не в конце... А посмотрите на спазерки Микки Рурка. И даже я знаю, что Федерация Фокса США не выдали литензию Микки Рурку, а именно получил он ее в России. И, наверное, поэтому и согласился приехать. Что касается позвоночника, Марвин Самодио боксировал в категории 48 килограммов, поэтому, возможно, не будет большой ножи. Довольный, счастливый Микки Рурк. Довольный с ней, думаю. Это какая уже досрочная победа сегодня в сегодняшнем вечере у нас? Такой вечер нокаутом. Девятая, нет, и девятая, и восьмая. У нас было одно решение всего. Прошло восемь, девять поединков, а как будто они подлетели просто. Ну, настолько бои были интересные, но и вот этот поединок тоже украсил сегодняшний вечер. Так вот незаметно, незаметно как-то весь боксерский вечер подошел к концу. Точнее подходит. Ну, я нисколько не удивлюсь, если Микки Рурк будет секундировать поединковым, или, по крайней мере, помогать ему в углу. А я не удивлюсь, если он еще раз выйдет на ритм. В ближайшем бутыщике сегодня. Я стою перед побежденным. Я стою перед побежденным. Я стою перед побежденным. Да. Придет время он и гражданство захочет российского. Потому что здесь его мечты сбылись в России. Чего он не мог получить в своей родной Америке. Все получается здесь, в России. Продолжение следует.